В одной из Брестских церквей, покровителем которой является Серафим Царовский, несмотря на рабочий день многолюдно с раннего утра. И это неудивительно. Сегодня у православных верующих один из самых древних наравне с Пасхой праздников – Крещение Господне. Именно в этот день много столетий назад принял Крещение Иисус Христос. Праздник Крещения, естественно, прекрасный праздник, где торжествует полнота бытия Божия. И когда мы были на богослужении, мы слышали слова «С нами Бог!» «Разумейте, покоряйтеся, яка с нами Бог!» Это прекрасные слова. Но чтобы осознать это величие, эту благодать праздника, нужно быть к этому готовым. И кто слышал слова и жил по ним «Покайтесь, ибо приближится Царствие Небесное», что Иоанн Креститель говорил, тот осознает величие и торжество этого праздника. И каждый из нас должен понимать, что эти слова «Покайтесься» звучали не только для тех людей, которые жили далекие от нас времена, но и для нас сейчас. И Господь опять-таки пришел к нам, нас и нашего ради спасения. И вот Он и сейчас приходит. И Крещение, праздник, Он говорит о том, что Господь выходит на проповедь и нашего ради спасения здесь, на земле. Праздник Крещения – один из особо почитаемых и любимых православными христианами. Он всегда встречается верующими с большим подъемом, потому что напоминает об их собственном крещении, чем побуждает глубже осознать силу и значение этого таинства. Большой праздник для нас у всех радостный. Крестился Господь в Иордане. Радость – это для нас, когда Спаситель наш пришел, и Дух Святый на него сошел. Я всегда в этот праздник, всегда в церкви. Но это же большой праздник. Только в церкви надо быть, потому что водичку освящает, она же все-таки дает нам какую-то благодать. Ну, вообще радостный праздник. Многие верующие в этот день отправляются в храмы за водой. Считается, что она обладает способностью исцелять духовные и телесные недуги, сохранять и укреплять здоровье. Именно здоровье, к слову, в праздничный день прихожанам пожелал и настоятель храма преподобного Серафима Саровского протеиерей Вячеслав. А еще исполнение желаний, но не всех, так как сам человек зачастую не осознает, что послужит ему во благо, а что пойдет во вред. Хочу пожелать людям здоровья, милости, помощи Божьей, благополучия, исполнения не всех желаний, которые мы хотим, потому что разные желания бывают, которые нужны, которые нет, а которые угодны Богу. И чтобы мы любили друг друга, любили Бога и торжествовали, жили достойно. С праздником вас! Анастасия Стропко, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания Бук-ТВ.